Очередной виток противостояния вокруг Харьковского онкоцентра разгорелся накануне, когда команда врачей, не выдержав обилие проверок, заявила о прессинге со стороны областной власти вместо ожидаемой поддержки. Руководство учреждения сменили в прошлом году, когда жалобы пациентов и их родных дошли до активистов, а те, в свою очередь, донесли их депутатам облсовета, которым подчиняется онкоцентр. В ходе проверки выяснилось, что состояние здания аварийное, средства, которые от аренды помещений могли бы пойти на реконструкцию, использовались не по назначению. Лекарства продавались пациентам по завышенным ценам через аптеку, которой владела дочь экс-главрача, а само качество медпомощи вызывало немало нареканий. В итоге бывший главврач был уволен, а вместо него приглашен новый директор Денис Скорый. Уже в преобразованное предприятие, который и пригласил новую команду врачей, нашел небюджетное финансирование. В то же время, никакой обещанной помощи из бюджета, говорит Скорый, они так и не получили. Разобраться в новом конфликте приехала замглавы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко. Состояние онкоцентра ужаснуло нардепа, но областные депутаты неохотно выслушали претензии из Киева. Областный онкологический заклад – это уже ваша безусловная ответственность. Это вы ответите за тех людей, которые стоят там червами и не удерживаются, чтобы вы вывести. Я прошу прощения, через 10 минут. Меня откусили. Откусили, да? Я замерзу. Подожди, подожди. Послушайте, пожалуйста, областный онкозаклад. Вы в области имеете шаленную смертность, в сравнении с другими областями Украины, которые касаются самосмертности с онкологическими заболеваниями. То, соответственно, это должно быть для вас, безусловно в первую очередь, зоной внимания и постоянной работы. Вместо этого отметил директор обновленного онкоцентра Денис Скорый, который добился, чтобы его выслушали на профильной комиссии облсовета вне очереди. Он ощущает постоянный прессинг со стороны властей, которые обещали содействие. Так, по его словам, сначала задерживали зарплату сотрудникам, которых не своевременно оформили. А теперь деньги, предназначенные для ремонта здания и закупки лекарств. Пока отмечают Скорый ремонт операционных, они проводили за внебюджетные средства и добились привлечения нового оборудования исключительно на личных договоренностях врачей. Впрочем, полтора миллиона гривен, выделенных на ремонт кровли, нашлись. Выяснилось, что тендер выиграла фирма-фаворит чиновников облгосадминистрации. Правда, с руководством больницы пока этот ремонт не согласован. Хотя в облздраве считают, что они немало делают для медучреждения и новой команды. Их проверки связаны как раз с желанием помочь. Яка проблема? Запустите специалиста, дайте медичную документацию. Я готова сама вийти, дайте мені тисячу историй хвороб, я возьму три специалиста і проаналізую. Якщо я не права, я під камери прийду в диспансер і вибачусь. І перед Денисом Ігорючим, і перед медичными працівниками, які на сьогоднішній день. Но нагнітати ситуацию з приводу цього. Кстати, колеги, наші колеги, які прийшли, були відправлені в грубій формі. Семь комісій, Галина Николаевна. І ви говорите, що кого-то не предоставляють документацію. Так я вам расскажу, 28 днів тому була комісія, которой все полностью открыли всю документацію. Вы хотите статистику? Так не вопрос абсолютно. Я вам ежедневно буду выдавать эту статистику. Я раздал сейчас все статистические данные. Они абсолютно официальны, они абсолютно открыты. А интересует ли вас вопрос статистики, що Харківська область знаходиться на 5-м місці с конца по вживаємости пациентов онкологических? А я вам расскажу, вас этот вопрос не интересует. Правда, полемика перед депутатами облсовета практического результата не имела. Они приняли ситуацию к сведению і виделити дополнительные средства не обещали. Поэтому Ірина Сысоенко попросила губернатора Юлию Светличну лично вмешаться в ситуацию в онкоцентре і проконтролювати, щоб нова команда имела возможность нормально работать. Марина Николаева, Евгений Шенкаренко, Агентство телевидения Новости.